А что касается изготовления людей посложнее, потому что люди делают столько воспитания, вот тут уже никто ничего не может сказать. Я очень люблю своих учеников на своих лекциях ставить в крайне неудобное положение. Я открываю толстую книжку и зачитываю несколько писем, в которых главный герой размышляет о своем любимом предмете. Он размышляет... Кстати, я даже кое-что помню на память. Этот главный герой очень хорошо известный вам персонаж. Он очень любит рассказывать, как он засовывает в себе в жопу палец и подолгу его нюхает. Он очень любит вообще вот этот грязный, туповатый, весь вот фекальный юмор, причем применительно к себе самому. Как и где он пачкал штаны, что он этим делал? Как вы думаете, чьи это письма? Это Стас Борецкий? Нет. Это Моцарт. Это тот самый Моцарт, в воспитание которого его папа вложил столько злобной страсти, столько желания сделать чемпиона по фигурному катанию пальцами по клавиатуре клавесина. Это тот самый пример того, во что можно превратить практически любого мальчишку, если задаться вот этой вот жестокой палочной свирепой целью и еще при этом иметь очень благоприятствующее обстоятельство в виде времени, которое требует мобилизации вот этих способностей, этих возможностей, что вот нужно создать существо, которое будет лучше других конструировать эту музыку. Мы же понимаем, что музыка это тоже ремесло, ей тоже надо учиться, и прежде всего ремесло. И вот мы видим как бы образчик жесткого воспитания, самого жесткого из всех успешных людей в лице Моцарта.